здравствуйте дорогие подписчики в этом ролике представляю вашему вниманию тренера групповых занятий анастасия и первый вопрос как повысить упругость тела хороший вопрос как добиться упругости тела ну в принципе занятия любое занятие спортом физическая нагрузка любая плоть до ходьбы которая самая вот распространенное что вы можете делать даже без тренажерного зала ходить даже ходьба как бы помогает в том чтобы ваше тело стало более упругое идет акцент на ноги если вы двигаете больше руками идет акцент на руки это самое простое если к примеру вы приходите в тренажерный зал либо занимаетесь дома любые упражнения которые задействуют ваши группы мышц даже кстати даже тоже мытье посуды девушки моют посуду моют мужчины моют посуду это тоже в принципе руки задействованы мышцы укрепляются но если вы хотите больше укрепить то конечно же тренажерный зал вы приходите в зал начинаете делать упражнения как кардиоупражнения так и силовые упражнения упражнения на вытяжение это все дает упругость вашему телу конечно с первого раза у вас там с одной тренировки с двух тренировок ничего не получится но в дальнейшем вы будете постепенно увеличивать нагрузку увеличивать вес увеличивать количество повторений то того или иного упражнения и за счет этого ваше тело будет улучшаться мышцы будут приводиться в тонус и ваше тело станет более упругое если начать заниматься девушки интересуются когда можно увидеть прогресс все зависит от того какое телосложение у разных людей телосложения разные и у нас нет ни одного человека с одинаковыми физическими процессами одинаковыми внутренними поэтому группа людей делятся люди там на полных людей на обычных среднестатистических людей и на худых людей у каждого человека по-разному будет проходить процесс улучшения качества тела и упругости этого тела вот к примеру полным среднестатистических человеку который не занимается фитнесом нормально обычно питается и у него нету излишнего веса конечно такому человеку намного быстрее и легче добиться какого-то какого-либо результата хотя бы минимального обычно это месяц если человек ходит хотя бы три раза в неделю в тренажерный зал занимается два раза из них силовыми упражнениями и один раз неделю делает кардио при этом придерживается правильного питания то есть в питании нету какого-то мусора именно пищевого как мы знаем фастфуды там газировка сладенькая на не налегает на солененькая и хорошо спит нету вредных привычек и вот эти занятия только за счет этих вот трех вещей еда тренировки на первом на первом месте конечно же еда тренировки и без вредных привычек в течение месяца не пропуская три раза в неделю стабильно течение месяца можно увидеть результат это как по моему личному опыту но если человек полный примеру для него это будет сложнее если человек худой ему надо нарастить мышечную массу он желает как мужчины многие там худенькие желают стать более мышечными конечно это намного сложнее чем обычному среднестатистическому человеку которого средняя комплекция потому что худому человеку надо употреблять больше калорий использовать больше вес полному человеку надо сократить конкретно свой рацион но для девушки это вообще ниже 120 тысячи 200 калорий нельзя опускаться и увеличить меньше вес но больше повторений и это конечно же тяжелее но месяц я уверена что если человек возьмется как говорится поставил цели дик ней через месяц можно добиться хоть какого-то но результата и уже постепенно постепенно двигаться дальше чем отличаются мужские тренировки от женских и насколько сильно они отличаются сильно отличаются в принципе это зависит уже от цели вот к примеру если похудеть человек желает мужчина женщина не важно в начале пока вот не сбросится какие-то вот определенные килограммы которые мешают человеку именно заниматься более активно то женское мужской мужские тренировки похоже да определенно то есть это чтобы сбросить лишний вес это надо расходовать больше калорий чем ты потребляешь то есть это вначале идет максимальное количество повторений с минимальным весом в дальнейшем когда уже организм окреп когда уже мышцы стали более в тонусе тогда уже начинают различаться женские и мужские тренировки девушки не дашь настолько большой вес сколько может поселить мужчина вот и плюс девушки нельзя как бы по понятным факторам и причинам нельзя поднимать большие весы а мужчине наоборот чтобы улучшить результат улучшить свое тело надо повышать 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 до максимума который он может выжать а у девушки нет девушки такого в принципе я не советую девочкам особенно те которые не идут на вот этих легкоатлеток я не советую вообще брать большие веса это все зависит от питания это не генетически это питание вот все что появляется уже подобное это не от того что девочка тебя от огромный вес это от того что они они пьют добавки в основном всяческие ну всех надо каким видом спорта заниматься людям ведущим сидячий образ жизни вот ставить категория после 35 лет а чем отличается 35 и 25 не сильно ну скажем так если человек вообще никогда до этого не занимался спортом ну вот вообще далек то есть ходьба это для него максимум то конечно же в первую очередь нужно прийти если именно в тренажерный зал то это начать с какого-то пилатеса легкой йоги стрейчинга чтобы хотя бы немножко вот вникнуть особенно пилатес он же получается система пилатес она укрепляет внутренние мышцы да да тонус придает все правильно а в дальнейшем уже через там месяц к примеру вот нужен месяц хотя бы чтобы чего человека можете привыкли какой-то нагрузки хотя бы минимальный уже и конечно же кардио кардио можно делать там ходьба эллипсоидные тренажеры велосипед это можно делать с первого дня как человек приходит в зал можно садиться и легкую нагрузку делать но в дальнейшем там через месяц через полтора когда человек уже чувствует что он уж что-то может тогда уже можно идти я бы не советовала сразу эти тренажер называлась вот такие светлый человеку который ни разу не использовал гантели не знаю что такое штанга прийти все-таки на групповые программы где тренер сможет показать на себе как делать то или иное упражнение а уже после этого когда человек понимает посмотрел видео может быть позанимался персонально с тренером даже в тех же групповых программах уже можно идти в тренажерный зал и постепенно увеличивать вес добавлять какие-то упражнения но также нужно понимать что ты делаешь то есть если ты приходишь тренажерный зал ты должен понимать то или иное упражнение и не бросаться вот я я пришел мне 35 я взрослые умный я знаю я насмотрелся видео человек может посмотреть видео а делать абсолютно все не то не понимаю на какую группу мышц он работает правильно ли он делает правильно ли он дышит то есть отдыхание даже может зависеть хороший результат плохой результат ну и все конечно же зависит от того какая комплекция у человека какие упражнения помогают исправить осанку как избавиться от кифоза упражнения для осанки в принципе как и в домашних так и в зале это все в основном вытяжение вытяжение позвоночника это всякие наклоны и без веса не нужно брать вес не нужно как бы травмировать еще больше там свою спину поначалу это вначале наклоны растяжка вытяжение на брусьях тоже очень полезно для осанки в дальнейшем когда вы уже чувствуете если к примеру вы там занимаетесь и вы уже чувствуете что там чуть-чуть легче становится можно перейти более силовым если вот это проблемы со спиной можно закачивать очень хорошие хорошие упражнениями для закачки гиперэкстензия если у вас проблема с нижним отделом позвоночника если дело проблемы с верхним отделом позвоночника то это жим штанги жим верхнего блока за голову тяга в наклоне тоже очень хорошо закачивает стол по мышцы которые держат позвоночник ваш вот а вообще в принципе я советую если есть проблемы со спиной не не брать большой вес потому что это можно еще больше травмировать и растяжка растяжка вытяжение и система пилатеса как бы там это ни было странно но она действительно действует и йога йога тоже очень хорошо помогает особенно если вы приходите в студию йоги или в студию пилатеса то есть не там не как обычно в тренажерных залах и в обычных залах там где в группе куча людей а лучше всего есть у вас действительно проблемы не так легкие как у 80 процентов есть проблемы со спиной а если у вас действительно конкретные проблемы то это лучше именно в студию йоги в студию пилатеса там где максимум там четыре человека чтобы тренер мастер обращал на вас именно внимание и говорил что вы делаете так или что вы делаете не так а в принципе упражнения на вытяжение это все можно увидеть в интернете какие виды групповых занятий ты проводишь их особенности ну я в принципе преподаю все групповые программы силового направления классики обычные это там упражнения тренировки на всю группу на все группы мышц всего тела на верхнюю часть отдельно нижнюю часть отдельно также я веду сайкл а из авторских программ это такие как табата табата это тренировка высоко интенсивная хит тренировка которая состоит из 8-10 упражнений высоко интенсивных которые повторяются 8 подходов одно упражнение на 8 подходов она выполняется 20 секунд в очень быстром темпе и 10 секунд между этими подходами маленькими отдыхаются и таких 8 10 упражнений также я веду тренировку trx это специальные подвесные петли сейчас весь интернет заполнен видео как бы я думаю каждый человек уже сейчас знает что такое trx изначально он использовался в армии и теперь пришел к нам очень хорошая тренировка на там можно делать все как и силовые так и вытяжение растяжение кстати для позвоночника тоже можно делать очень много упражнений на trx очень хорошо прокачивается пресс на trx это что можно сделать на trx с прессом как бы нельзя сделать на других любых тренажерах нельзя и также очень люблю тренировку power pump это вот если к примеру девушка не любит сама заниматься тренажерном зале но она хочет заниматься там приседать хорошим весом это наборная штауэр памп это наборная штанга вот как в тренажерном зале можешь набрать себе веса и выполняются упражнения на за одну тренировку на все группы мышц только с большим весом и интересно под музыку весело и людей побольше чем ты один стоишь и не знаешь в принципе что делать ну конечно же cycle это одна из моих любимых тренировок и для тех людей которые хотят именно похудеть и улучшить свое сердечко скажем так то cycle просто прекрасная тренировка некоторые вопросы серьезно беспокоят девушек но звучат забавно вот один из них девушка спрашивает мне очень нравится бегать но серьезно беспокоит не объяснить ли грудь после такой сильной трясучки почему она должна объяснить нет это глупость и девушка ничего не объяснит не никто никогда ничего не объяснит особенно если хорошо подобрано спортивные топы хорошо подобрано спортивные топы спортивное белье ничего никогда у вас не объяснит а еще если будете делать отжимания то вообще ничего не объяснили какими упражнениями можно увеличить грудь увеличить грудь как таковую именно можно увеличить мышцу грудную саму грудь никак не увеличить мужчине да но женщины мы можем ее сделать подтянуть сделать ее более скажем так упругой но увеличить в объемах это раз это мышца грудно увеличивается за счет того что увеличивается грудная мышца молочные железа не остаются да ничего не увеличивается я из личного опыта знаю как сделать ягодицы более аппетитными каждая девушка мечтает о красивой упругой попе о красивых ягодицах все базовые упражнения это такие как приседания выпады тяга особенно сумма приседания в плее то есть все приседания которые задействуют больше двух суставов это вот все для ягодицы все базы это базовое упражнение все второстепенные упражнения не увеличит вам и они не сделают ее более упругой не помогут где-то но без базы не будет вообще никакого результата очень многие девочки приходят в зал и начинают с разведений сведений махи ногами они не помогут без базы не будет ничего к сожалению ну и конечно же надо хотя бы небольшой вес брать в руки когда приседаешь да и питаться правильно потому что нет первое это питание потом занятия и отдых даже не в этом дело для девушки не энергетический запас есть это неправильно питаешься то и растет не мышца а извините жирок появляется да 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 ну вот и все на сегодня анастасия спасибо огромное за интересный экскурс в мир групповых занятий и подробности фитнес спасибо за вопросы от вас дорогие подписчики ждем комментарии с вопросами для роликов чтобы услышать полезные советы от опытных тренеров и спортсменов а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok